Здравствуйте, товарищи! Сегодня мы беседуем с Денисом Борисовичем Дегтяревым, кандидатом медицинских наук, врачом, заведующим отделения в госпитале ветеранов войны и членом Оргбюро Центрального комитета Рабочей партии России. Вопрос у нас опять касается участия в выборах, мы уже не раз его обсуждали в наших беседах, и тем не менее, на данный момент, какая у нас ситуация складывается, уже утвержден список кандидатов в президенты, то есть тех людей, которые будут участвовать в выборах, за которых будут голосовать, там у нас есть, всем известно, действующий президент, какие-то там либералы, потом есть от КПРФ кандидат, который не в КПРФ, потом опять появилась партия коммунисты России со своим кандидатом, который вот только перед выборами и появляются. Рабочий кандидат у нас не попал, да, в кандидаты в президенты, но тем не менее, какой-то вот есть широкий список, достаточно широкий список кандидатов. Вот, Денис Борисович, какое ваше мнение простым трудящимся, простым людям, которые, наверное, в массе своей что-то ожидают от выборов, что это может что-то изменить в лучшую сторону, должно изменить. Как вы считаете, за кого голосовать или бесполезно вообще участвовать в выборах? Что бы вы могли посоветовать? Здравствуйте, уважаемые товарищи! Действительно, вопрос о выборах поднимался нашей партией уже неоднократно. Вы все видели достаточно подробное выступление Попова Михаила Васильевича по этому вопросу. Конечно, мы прекрасно понимаем, что на выборах побеждает тот, кто эти выборы проводит. А выборы проводит действующая власть. Власть, как известно, принадлежит правящему классу. Не отдельным людям, не отдельным, так сказать, каким-то организациям. Она принадлежит классу. Правящий класс определяется и той экономической формацией, которая есть в стране. И несмотря на то, что нигде, ни в Конституции Российской Федерации, ни в каких программных документах ни одной из партий вы не найдете слово «капитализм», но мы прекрасно понимаем, что в России сейчас капитализм. Соответственно, правит класс крупных собственников. Вот этот класс крупных собственников при помощи своего государства. Государство, соответственно, буржуазного, проводит буржуазные выборы в соответствии с принципием буржуазной демократии. В соответствии с буржуазной демократией, как писал в свое время Энгельс. И будет принято решение на следующие 6 лет, кто будет, так сказать, из представителей правящего класса руководить страной. Я думаю, что, посмотрев на весь спектр кандидатов, мы увидим, что действительно там на данный момент нет представителей других классов. Есть в капиталистическом обществе, как известно, два основных класса. Это класс собственников, класс капиталистов и рабочий класс. Рабочий класс не представлен и не может быть представлен по тем причинам, о которых хорошо известно. Потому что он является классом угнетенным. И вот эта, так сказать, робкая попытка продвинуть рабочего кандидата, она, в общем-то, показала... Даже, может быть, с точки зрения буржуазной демократии, было бы более демонстративно допустить этого кандидата, несмотря на какие-то мелкие нарушения на выборы. Но мы видим, что даже в теории правящий класс не может допустить того, чтобы представитель угнетенного класса участвовал в этих выборах. А дальше вы должны обратить внимание на программу и на те заявления, которые делаются. Вот соответствуют они, так сказать, положению человека или не соответствуют. Когда мы слышим от, так называемого, коммуниста, что он будет сталинским президентом, ну, какие должны вызывать это у людей ассоциации? Человек врет. Или не понимает, о чем он говорит. Поэтому разумно надо подходить к этому вопросу. Мы видим на примере этих выборов расклад политических сил в России, а именно внутри класса буржуазии. Мы видим, что та же самая коммунистическая партия, которая длительное время позиционировала себя как партия мелкой буржуазии, то есть партия трудящихся, выставив кандидата крупного собственника, показала себя, что она тоже вполне, так сказать, придарифовала к буржуазным партиям. Скажется на ее электорате традиционном или нет. Ну, мы видим уже, что, допустим, было в одной из организаций КПРФ, было принято решение об исключении члена партии, который высказался против Грудинина, против кандидата от КПРФ. Поэтому отношение к этим выборам зависит от того, какой в целом вы идеологии придерживаетесь. Если вы разделяете коммунистическую идеологию, то, конечно, вам нечего делать на этих буржуазных выборах. Потому что вы прекрасно понимаете, какой исход этих выборов и, так сказать, к чему они могут привести к продолжению власти класса капиталистов. Если вы разделяете, как большинство граждан нашей страны, к сожалению, потому что в обществе господствует идеология господствующего класса, надо смотреть, кто, так сказать, является капиталистом и действительно представляет интересы капитала. Причем капитала, наверное, отечественного, потому что из двух зол, то есть капитала иностранного капитала, импортного, так сказать, отечественного или импортного, ну, приходится выбирать меньше. И смотреть на тех, кто просто рядится, так сказать, в какие-то социалистические одежды, даже коммунистические, на самом деле представляет, опять-таки, интересы противоположного класса. На мой взгляд, вот эти люди опаснее и хуже тех, которые, так сказать, ну, не скрывают свои принадлежности к классу крупных собственников и представляют их интересы. Ну, а, соответственно, чем заняться в день выборов? Ну, я думаю, что изучение классиков, изучение работ Маркса, Энгельса, Ленина, изучение теории и практики профсоюзного движения, ну, найдем, чем заняться в этот воскресный день. Спасибо, Денис Борисович. Спасибо. 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 Спасибо.